Если вы собираетесь купить себе карабин на AR-платформе, то, скорее всего, вы понимаете, для чего он вам нужен. В этом эпизоде нет рекомендаций про боевой, охотничий, тактический, марксманский, самооборонный или лучший карабин для всего сразу. Это видео будет касаться лишь одной узкой тематики – специально подготовленный карабин для стрелкового спорта. Здесь вы должны будете ответить себе на вопрос – строить карабин самому и покупать отдельные элементы, устанавливать, настраивать их или купить готовый спортивный карабин. В первом случае можно что-то сэкономить, наверное. Но тогда придется разбираться, как, куда и зачем нужно что-то покупать и устанавливать. Есть риск напрасных расходов или наступания на грабли. Пилить самому – это тоже путь, и это нормально. Но сегодня мы сравним два, пожалуй, самых продвинутых и, конечно же, дорогих карабина российского производства. Это AT15 от Alphatec и STM15 Competition от Soyouz TM. Это дорогие спортивные карабины, которые рассчитаны на самые высокие результаты. То есть, платишь максимум денег – получаешь максимум результата. Сколько в рублях стоят эти карабины? Данный карабин на данную секунду стоит вот таких денег. Этот карабин стоит чуть-чуть других денег. Не будем терять ваше время. Я предлагаю пойти сверху вниз и проговорить, что и для чего здесь установлено. Дульник – тормозкомпенсатор Львова. Про него есть большой обзор. Я рекомендую его посмотреть. Это действительно уникальная такая вещь. Он отсекает все пороховые газы, позволяет исключить любое взаимодействие газов на вылетающую пулю. Это важно. Еще раз посмотрите видео. И этот ДТК в буквальном смысле положительно влияет на кучность. Изначально на этом карабине стоял двухкамерный дульник. И сразу здесь могу сказать, что я субъективно очень большую разницу почувствовал между тем, что было и тем, что есть сейчас. Теперь он трехкамерный, был двухкамерный. Работает значительно лучше. Как всегда, наш точный инструмент субъективное восприятие говорит о том, что работает намного лучше. То есть по своим размерам, если сравнить по размерам, то есть, наверное, если сравнивать длину, объем его, объем камер и эффективность, я бы сказал, наверное, что вот этот дульник эффективнее, если соотнести размеры. Но абсолютно, если брать величину снимаемой отдачи, то дульник, который у тебя, он снимает больше. То есть понимаешь, о чем я говорю, да? При его размерах он работает очень классно. Дело в том, что мы не сможем вам ответить на вопрос, какой из ДТК эффективней, потому что, чтобы ответить на этот вопрос, нужно взять абсолютно одинаковые условия и ставить в них ДТК, и проводить множественные тесты. Мы просто физически, технически не способны это сделать. Есть вторичные признаки эффективности ДТК. В частности, если там у вас по ощущениям отдача другая, или у вас куча лучше, или даже такие экзотические, какой дует сильно. То есть если у вас из ДТК дует, что аж кепку сбивает, значит хорошо дует, да? Или еще такой, по ушам долбит. Эти дульники жутко громкие. То есть на войне бы их применять просто было бы глупо. Это невозможно, потому что если ты стреляешь из помещения, у тебя голова заболит. Прям ощущаю волну ударную, которая при каждом выстреле воздействует у меня там на височные кости, и я так прям каждый выстрел ощущаю. То есть ощущается отдача сильнее, но я понимаю, что объективнее, объективно она намного меньше, чем в PCC. Ну и чтобы в PCC ты вот такие сплиты получал, пуля в пулю, это вряд ли. Тем более на сайге. Этот дульник выделяется, у него есть такой выступ здесь, а здесь он подогнан очень эстетично, то есть диаметр ствола и переход практически незаметен. Ствол. На наших карабинах установлен фактически один и тот же ствол от одного и того же производителя, за тем исключением, что ствол на моем карабине тяжелый, с большим профилем, а здесь с меньшим профилем. Это одно из самых важных и принципиальных отличий в наших двух карабинах. Длина ствола 18 дюймов, это тяжелый ствол и канал ствола хромирован. Есть мнение, что хромированный ствол точность не дает, и если вы хотите точный карабин, то обязательно должен быть черный ствол. Но для того, чтобы проверить, так это или не так, мы используем барнаульские патрончики, лакированные, дешевые, это самое доступное, что можно приобрести в магазине. Мы стреляем практическую стрельбу, множественные повторяющиеся выстрелы, и самое главное, это множественные повторяющиеся выстрелы в одном проходе. За одно упражнение легко можно сделать 30 выстрелов, иногда и 40 выстрелов. Ствол разогревается, и износ черного ствола будет значительно выше, чем хромированный. Кто не знает, хромирование ствола, это по сути поверхностное упрочнение. То есть это не только блестящее и красивое, но это и более прочное. И когда в контакте с пулей пуля проходит через канал ствола, она и стирает нарезы. И если потерять нарезы в стволе, то у вас потеряется и кучность. Если мы посмотрим, здесь, во-первых, ствол также 18 дюймов, они по длине абсолютно одинаковые. И более того, если вот так посмотреть, они тоже одинаковые в профиле. Но у меня ствол с переменным профилем, и примерно вот отсюда, вот досюда, он более тонкий. В этом же месте установлен радиатор для отвода тепла. То есть они построены по разным принципам. Здесь более толстый ствол, который должен за счет этого распределять тепло и нагрузки, которые идут на ствол. Здесь ствол более тонкий, который позволяет более естественно работать стволу с его вот этими замечательными гармоническими колебаниями. А тепло отводится за счет радиатора. Ну, кстати, вот я его поставил сколько? Буквально 20 секунд назад. Вот, и что прикольно, вот если я держу, смотри, в районе радиатора, то есть он распределяет вполне себе, да? То есть чувствуешь? Вот здесь руку держишь и не ощущаешь тепла вообще никакого. Здесь прикосну... Бля, извините. Да, так не надо делать. То есть вот здесь вот так вот держим, тепла практически не ощущается. Вот здесь... Вот здесь руку положишь и прям немножко так дует, как будто из вентилятора автомобильного обогревателя. Это прям наглядно. Была бы у нас камера, которая показывает температурный перепад, да, термальная какая-нибудь. Здесь тепло отводится за счет массы ствола и широкого профиля. Во-первых, как влияет нагревание ствола? Во-первых, это комфорт или дискомфорт. Во-вторых, это изменение точки попадания. Если ствол раскален, то пуля будет попадать чуть-чуть не в то место, в которое пристрелен прицел относительно ствола. И с этим теплом надо как-то бороться. Здесь стабильность ствола за счет длины и большого профиля. Здесь стабильность ствола за счет отвода газов, за счет алюминиевого радиатора. В комплексе значительно легче. И мы переходим ко второй части в том концептуальной разнице между двумя карабинами. У меня очень тяжелый карабин. И тяжесть через видеоэкран передать невозможно. Но вы можете поверить на слово, что когда вы долго удерживаете карабин на руках, целясь вперед, через буквально 30 секунд вы начинаете чувствовать усталость, дрожь, тремор. И попадать, например, в дальние мишени уже не так легко. И переносы делать не так легко, и бегать на дальние расстояния не так легко. Но приемлемо в рамках практической стрельбы. Например, один из лучших стрелков в мире, Райан Пилтокоски, он как раз сторонник длинного толстого ствола. За счет этого достигается и кучность, и стабильность, и еще работа с отдачей. Если на этом стволе за отдачу отвечает ДТК, настройки и всего остального, то здесь компенсацию отдачи включена также и масса ствола. Это тяжелый ствол, который делает отдачу более мягкой. Данное оружие высокоточное для наших целей, более чем высокоточное. Оно собирает уверенно одну угловую минуту на валовом патроне. Валовый патрон – это тот самый дешевый патрон, который мы либо вынуждены, либо просто предпочитаем пользоваться. Это дешевый Барнаул 4 грамма, например, которым я стреляю, или Тулама недорогой. Но это практически самая нижняя ценовая категория нашей российской патроны. И они иногда скачут по качеству, по навескам пороха, неидеальная форма и гильзы, еще и так далее, и так далее. Там много нюансов. Но то, что важно для высокоточников, для нас все-таки второстепенно. В принципе, для практической стрельбы из карабина достаточно 2 угловые минуты. Но одна угловая минута на валовом патроне – это очень хорошо. Это просто замечательно. И он держит эту угловую минуту по сей день. Что у тебя по кучности? На самом деле, что касается кучности, ты говоришь, 2 минуты – вполне хорошо. У меня впервые ситуация с этим карабином, что если раньше стрелял и 5-45, 223 у меня были, стреляешь на 300 метров по бумаге. Стрелялся упражнение. Судьи пошли это все смотреть. Третий раз без мясов. Такой, о, нормуль, все, без мясов меня устраивает. Вот, сейчас уже ситуация, что дельта. Я такой, о, дельта, уже непорядок. Стволы одинаковые. И, ну, я не знаю, почему, ну, чуть-чуть все-таки похуже кучностью этого карабина. У моего одна угловая минута, этот как раз 2, а иногда отрывы какие-то дает. Ну, в общем, тут надо разбираться. Ну, во-первых, если посмотреть на те патроны, которые у меня сегодня были. Правда, я не знаю, сейчас, по-моему, какие-то проблемы с доступностью этих стволов. Вроде как их в России не осталось. Но это не точно, это вам нужно будет узнавать уже у производителя. Кстати говоря, мы никаких денег, никаких привилегий от производителя не получаем. Этот обзор абсолютно честный, абсолютно объективный, включая те задержки, которые возникали и на этом, и на этом карабине. То есть это действительно информация совершенно объективная. И у тебя, и у меня на тех матчах, где мы стреляли, никаких проблем стрельбы в 300 метров вообще не возникало. Уверена, в альфу можно попадать на 300 метров. Когда я накучно стрелял из этого карабина в Питере, у меня были фактически идеальные условия. Во-первых, на стрельбище не было ветра. Здесь все-таки есть гуляющие ветры. Во-вторых, карабин стоял в исключительно классных, высококлассных, высокоточных, высокодорогих сошках. Это такие массивные, мощные, которые не позволяли вообще никаким боком шевелиться этому карабину. У меня стоял снайперский приклад, и у меня стоял с большой-большой-большой кратностью прицел. Что-то, по-моему, 30 или 50 крат. То есть он, мишень на 100 метров приближает так, что вы рассмотрели бы усы у мухи. Получил кучность в идеальных условиях. А ты все-таки стрелял с сошек и так, ну, можно сказать, насмех. Этот карабин ничего, кроме загонника, не видел. Ну, собственно, мы практическую стрельбу всегда стреляем с так называемыми загонниками. Это кратность до 8. И мне очень интересно, что он покажет с другим прицелом. Ради эксперимента поставлю прицел хотя бы на 24 кратности и попробую. Есть! Есть! Ну и дальше идем, переходим к газовой системе. Газовый двигатель стоит довольно далеко от патронника, что позволяет выравнивать давление и создавать чуть большее давление, за счет чего можно более тонко отстраивать отдачу. Вот к вопросу о настройках. Да, мы видели печную трубу, но она вызвана именно настройками газовой камеры. То есть ее крутишь, и гильзы от карабина СТМ выпадают буквально под ноги. Вот все они лежат здесь. Здесь, в принципе, работает по-другому. Если у тебя улетали чуть вперед-вправо, то у меня улетают сильно назад. И если мы смотрим так же по расстоянию, да, то это уже 3 метра. Порядка 3 метров, и причем они улетают назад. То есть вот эта запчасть, так же она получает удар. Вот видите, на ней наклеп соответствующий образуется вот в этом месте. Эта запчасть специально нужна. Ну, собственно, ладно, угол нам не интересен. Ну, разве что судье в лицо будет прилетать гильзы. Так вот, дистанция вылета гильзы у меня полтора метра, а на вот этом карабине целых 3 метра в два раза. Я при желании могу изменить настройки газового блока. Вот здесь есть специальная штука. От карабина они падают буквально вниз. Шум как будто от пушки, от артиллерии, а от датчика как от 22 лонг-райфл. Регулировка здесь осуществляется очень просто. Доступ к газовой камере через верх. Вы берете и откручиваете столько, сколько вам нужно. Раз, клик. Два, клик. И Три, клик. Мы специально поднесем близко сюда камеру, чтобы вы услышали этот специфический звук. Это я сделал от 4 клика. Отдача заметно изменилась, но надежность работы улучшилась. И гильзы стали отлетать дальше. По самим регулировкам, ну, раз в сезон, наверное, ты что-то подкрутишь и больше особо к этому не возвращаешься. Я не сторонник выводить в систему на грань отказа ее работоспособности, поэтому небольшую перегазовку оставляем. Вот как мы сегодня видели, гильзы у меня летают примерно там 2,5-3 метра. По отдаче вполне комфортно. Минимальная отдача не только позволяет быстро возвращать прицел на мишень и быстро пулеметить на разных дистанциях. Есть и другой очень важный аспект. Сильная отдача заставляет стрелка инстинктивно давить на оружие и противодействовать каждому выстрелу. Это очень мешает точной стрельбе на дальней дистанции. Стрелок сдергивает выстрел. Борьба с отдачей является ключевой причиной промахов. И избавиться от сдергивания очень и очень сложно. С одной стороны, ты знаешь, что не надо зажимать и дергать оружие перед выстрелом. Но с другой стороны, стоят миллионы лет эволюции. И тело, вопреки твоему сиюминутному желанию попасть, незаметно дергает ствол в сторону прямо в момент выстрела. Эта незаметная ошибка делает невозможным попадание в мишень, особенно с рук и особенно на дальней дистанции. Но хорошо настроенный карабин балует минимальной отдачей. Ты привыкаешь, что ее практически нет. И поэтому перестаешь сдергивать. И это помогает попадать в гонг на 300 метров даже с рук. Че, 300 метров? Давай. Ну, наверняка, все сталкивались с регулировкой прицелов. Когда кликами регулируешь, это чуть удобнее. Когда кликов четких нет, это чуть более размазано. Но все равно регулировать вполне себе можно. Но есть нюанс. Если вы не ухаживаете, не чистите газовую систему, то кликовость исчезает. Просто у вас очень туго начинает двигаться весь механизм и нету вот этого перескока. Чик! У меня этого не было. За более чем год использования карабина у меня этого не произошло. Я всего лишь один раз чистил газовую систему. Но я не так много стреляю. На стрел на карабине порядка 3000 выстрелов. Кстати, примерно то же самое. То есть он прожил четверть своей жизни. Этот ствол, может быть, еще 4 раза или 3-4 раза должен прожить тот же на стрел. Если не использовать мягкую пулю, которую мы, конечно, использовать не будем. Особенно в нынешних условиях. Очень дорогая она стала. Раз уж ты о минусах своей системы рассказал, я тоже расскажу. Помимо того, что регулировка ключами и без кликов. Тоже система сама по себе имеет свойство через какое-то время загрязняться. Плюс там же повышенные температуры. И через какое-то время регулировка становится затруднительной. То есть просто-напросто винт этот можно сорвать. Ну, я с этим еще, к счастью, не столкнулся. Но морально готов к тому, что через какое-то время либо винты нужно будет менять, либо весь газблок. Он у меня со временем, вот тоже ему чуть больше года, и он постоянно трансформируется. Изначально у меня было оригинальное цевьё GP Rifles. Оно было, по-моему, 50 мм в диаметре. И для моей руки 50 мм это много. Я вот для себя знаю на всех видах оружия. Для меня оптимальный диаметр цевья это 42, максимум 45 мм. Цевьё со временем поменяли на цевьё Альфа-технологии. Это карбоновое облегченное цевьё, диаметром меньше. И теперь оно для меня комфортно, и я на него просто не обращаю внимания. У меня было большое ТО. Прямо реально ТО. Самое главное. Его перекрасили. Самое главное. Во-вторых, из внешних дурник заменён. Внутри были проведены определённые работы. Если раньше он, например, отказывался у меня работать на Холлоу-пойнте, то сейчас без проблем их ест. Одна неподача у меня сегодня была на 45-ке, но я сваливаю на магазин, потому что с 30-ок вообще без проблем всё ест. Моё цевьё имеет дизайн, схожий с одной известной американской компанией. В целом это очень удобное цевьё, имеющее каплевидную форму, имеющее необходимую фурнитуру для установки разных сошек. И кому-то ещё, может быть, что-то понадобится. Но в нашем случае только сошек. Про него я могу сказать, что цевьё сопоставимо по массе, несмотря на то, что диаметр меньше, но всё-таки масса добавляет навесное вот это оборудование. Можно сказать, они одного веса. Зачем здесь установлены две планки Пикатинни? Это связано с тем, что мы используем сошки для стрельбы, в практической стрельбе. И вообще нормальное, естественное положение для сошек, как можно больше вынести их вперёд. А вот это тоже для сошек. Иногда для вторых сошек, либо для первых. То есть иногда с двумя сошками можно выходить, иногда ты переставляешь отсюда-сюда, для того, чтобы они не мешали тебе, если ты кладёшь цевьё при стрельбе из какой-нибудь декорации. Это важно, если ты оставляешь их здесь. Ну вот, например, на одном чемпионате у меня был такой случай. Это нижний, так называемый ресивер. Или это не ствольная коробка. Я даже не знаю, как её назвать. Потому что ствольная коробка юридически считается верхняя часть. А здесь блок ОСМ с рукояткой. Но то, что можно здесь сказать, здесь довольно много лишнего железа убрано, что неплохо, учитывая общую массу карабина. То есть здесь есть такие вырезы, и здесь есть Магвелл. По-английски говорят, ну уж простите, эта терминология вместе с оружием, вместе с технологиями попала к нам. Ну или расширитель шахты магазина. Это хорошая вещь. При перезарядках она позволяет отцентровать оружие. Но, возможно, ты какого-то своего мнения придерживаешься. У тебя ничего нет, хотя ты мог поставить. Да, я мог поставить. Но опять же, в карабине смена – это довольно редкая затея. В большинстве случаев на упражнении геймплан позволяет удобно перезарядку подстроить под какие-то перемещения, и времени на этом практически не теряешь. Тем более у меня была ситуация в Питере на Тригане в прошлом, когда карабин сбоил, и мне приходилось часто там устранять задержки. И вот что касается горловины, вставления магазина, ну ни разу никаких проблем у меня это не вызывало. Тем более у тебя есть снятая фаска или определенное расширение, которое тоже помогает сцентровать. Просто оно меньше. Но я все-таки скажу, что это полезная штука на спортивном карабине. Мы у многих спортсменов видим, и лично я от нее отказываться не готов. Мне она просто нужна. Потому что есть, во-первых, третье положение, когда быстро нужно зарядиться. Есть дуэльная стрельба, где вы после определенного количества выстрелов тоже должны быстро перезарядиться. Ну и вместе с тем есть просто перезарядка в ходе упражнения, которая тоже будет делаться чуть-чуть побыстрее. На мой взгляд, я, по крайней мере, на всем своем спортивном оружии имею такое приспособление и благодарен ему. Идем дальше. Верхний ресивер. На моем также сделаны соответствующие выпилы. И здесь ничего добавить нельзя, кроме того, что это очень качественный металл. Например, на одной из тренировок у нас был двойной выстрел на другом карабине на 9 на 19. Два патрона одновременно взорвались в патроннике. Мы видим, у нас сразу два патрона сдетонировало, да? Магазину, конечно, конец. Вот мы видим осколочки здесь, вывалившиеся патроны. И довольно дорогостоящий Глоковский магазин. И вот ему настал конец. Да, предварительно вроде работает. Да, вроде работает, вроде штатно. Самое интересное, как отреагировал алюминий. А там используется один и тот же алюминий. Это очень-очень прочный алюминий. Потому что магазин от Глока превратился в розочку. Патроны вылетели. Ошметки вылетели, пластик везде полетел. То есть взрыв был такой, что все, прощай карабин. И мы видели множество видео, когда карабин разваривался. В том числе аэр-система. Но здесь коробка выжила нормально. Не знаю, как будет на 223-м калибре. 9х19 это не 308, все-таки, или не лапу, а магнум. Но все-таки действительно очень качественный алюминий. Здесь, что я могу сказать. Минимальный люфт Апер Ловер. У тебя, кстати, он как вообще есть, нет? У меня нет никакого люфта. У меня минимальный есть. Но, как мы знаем, на аэр-системе это абсолютно нормально. По исполнению все качественно, здорово подогнано. По покрытию. Мне при проведении ТО покрытие восстановили. Но восстановили исключительно из косметических соображений. Потому что за год там где-то царапина была, где-то еще что-то. То есть покрытие жило вообще без проблем. Предохранитель у меня двухсторонний. И он также на 45 градусов. У меня короткие мясистые пальцы. Для меня 45 градусов очень важны. Потому что доступ к нему гораздо более удобный. Для того, чтобы выключить предохранитель, мне может просто не хватить расстояния и возможности пальца. Чтобы не перекладываться, это удобная вещь. И также я скажу, что работа предохранителя четкая, но нажимается и вращать его очень легко. У меня же предохранитель немножко по другому принципу построен. Он односторонний. То есть здесь специально ничего нет. И прям действительно специально. Дело в том, что какая-то особенность такая у моих рук. Но если двусторонний предохранитель, вот здесь снимая с предохранителя, у меня ответная правая часть постоянно цепляется за ладонь, за указательный палец, за его основание. По жесткости здесь есть нюанс определенный. Изначально предохранитель был довольно жесткий. Я подрезал пружинку. Но сейчас, вот после того, как то с спуском немножко пружинки поменяли, у меня пружина снова стала жесткой. И опять я ее буду немножко подрезать. Немножко некомфортно работает. Есть еще некоторые важные органы управления. В частности, кнопка сброса магазина. Но она у нас одинаковая, в буквальном смысле одинаковая. Потому что если бы она была слишком большой, иногда на пистолеты открытого класса это делают, то можно было бы нажать ее случайно и потерять магазин. То есть тут как раз нужна небольшая с хорошим усилием кнопка. Далее идем. У меня установлен специальный рычаг, позволяющий из третьего положения быстро заряжать оружие. Нажал? Патрон дослался. У тебя такие штуки... Ну, я знаю, что у тебя целая куча этих рычагов. Да, они у меня есть. Но на данный момент ничего не стоит. Опять же, за все время стрельбы на карабинных матчах один раз я только подумал, что, ну, надо бы поставить. И то, ну, я не уверен, что я что-то проиграл при этом. Ну, нет и нет. Меньше, чем... Плюс это играет, но ситуации не так много для того, чтобы прямо сильно рассчитывать на этот рычаг. Ну, и Иван скромничает. Он даже чемпионат мира стрелял по карабину, в отличие от меня. У меня двусторонняя рукоятка взведения. На мой взгляд, это удобно. Правда, я немножко функционал уменьшил, поставив вот этот коллиматорный прицел. И чтобы дотянуться, теперь надо с этой стороны снизу делать, а с этой можно сверху. И мне кажется, это всегда преимущество. Пусть она будет, и она иногда пригождается. В том числе, когда вы манипулируете разными руками. Ну, может быть. У меня нет свободного коллиматора для того, чтобы его сюда ставить и убирать функционал рукоятки. Поэтому изначально рукоятка односторонняя, и справа, если потянуть, ничего не происходит. Так как манипулирую я левой рукой обычно, и никаких проблем с этим не возникает. То есть все манипуляции здесь, поэтому односторонние. Я думаю, что про прицельные приспособления мы говорить не будем, потому что это отдельная тема. Это вопрос выбора, и они в любом случае не идут в комплекте с карабином. Но моя компоновка предполагает два прицела, у Ивана один. Как тебе стрелять с одним? Можно ли обойтись без коллиматора? Можно обойтись, без проблем можно. Единственный момент. Я тоже ставил себе раньше, когда был другой кронштейн, он позволял, причем сверху ставить маленький коллиматор. Пробовал, стрелял. Дело в том, что я по себе не могу подобрать удобное положение. На трех метрах буквально была и смена магазина, и близкая мишень буквально в двух метрах, и сразу же оттуда 200-250 метров дальние мишени были. То есть на одной кратности прицела стрелять тяжело, а поменять быстро кратность мешало то, что еще нужно было и магазин на этой дистанции менять. Вот единственный раз за все время я пожалел о том, что у меня не было коллиматора. Я подумал, ну сейчас бы классно с коллиматором отстрелял ближний мишень. Я также считаю, что коллиматор является костылем для стрелков, которые не специализируются на карабине, у которых не идеальная вкладка. Они часто позволяют четырить. Просто наклонить карабин, отстрелять ближние мишени без особой вкладки. Потому что отсутствие параллакса очень помогает и прощает вашу ошибку на вкладке. Но выбор остается за вами. Рукоятки у нас одинаковые. Макпул прорезиненный, я всем рекомендую с этим углом, это очень хорошая рукоятка. Вот приклады у нас отличаются. У тебя тоже Макпул, а у меня копия тоже одной интересной, довольно известной компании американской. Но эта копия не стопроцентная, я бы сказал, что она улучшенная. Добавление вот этого угла, которое при вкладке увеличит площадь контакта. На мой взгляд, так более устойчиво приклад находится в плече. Да, вот этого угла мне очень-очень не хватает, потому что если мне стрелять удобно опущено, плечо было, чтобы шея не напрягалась. То есть единственное, что есть масса прикладов на рынке, которые позволят тебе решить эту проблему. Теперь о том, что находится внутри. Это буферная система, как на практически любой арке. И у нас стоят одинаковые буферы. Это копия американского буфера от компании JP Rifle, так называемый Silent Buffer. Они его так назвали. В общем, суть его в том, что это набор определенных грузов, которые синхронизированы и гармонизированы с общей работой карабина. Вы подбираете вес, он там не фиксированный, зависит от вас. И если правильно подобрать все компоненты, то работа становится стабильной и отдача по ощущениям становится несколько более мягкой. По звукам бывает, что буферы издают очень странные звуки, бывает растянутая, неудобная отдача. Здесь же все идеально работает. На мой взгляд, это один из лучших буферов, с которым я сталкивался. Затворная рама. В моем случае это облегченная версия затворной рамы JP Rifle. И по тому, как она работает, мне очень нравится. А еще мне очень нравится то, что она очень легко чистится. Моя затворная рама, как видите, имеет соответствующий выпилы. Она значительно легче, чем стандартная. Что это дает? Это дает в комплексе уменьшение импульса. Потому что газа вы пускаете меньше и вам толкать по массе нужно меньше. Если бы у вас было слишком тяжелое вот в этом месте, даже так ощущается, что вот это будет рама потяжелее. Это еще легче. В общем, чем вам меньше толкать, тем меньше газа вам понадобится. Здесь невозможно уменьшать массу до нуля. Иначе в обратном движении не сможет подхватить патрон для досылания и просто перекосит его по диагонали. Вообще, в отличие от, например, автомата Калашникова и некоторых других видов оружия, АР-ка, особенно спортивная, требует обслуживания и чистки. На автомате Калашникова или на САГЕ-9 можно тысячами не чистить карабин. Здесь этот номер не проходит. Потому что даже дополнительное трение и сопротивление могут привести к проблемам питания карабина, выброса гильзы или досылания следующего патрона. Поэтому арка есть арка, особенно спортивная арка. И в любом случае вам нужно быть готовым обслуживать ее качественно, вовремя и использовать хорошее масло, хорошее чистящие средства. Вот, кстати, у меня был настрел порядка 500 без чистки за два дня. Работало, оно вполне нормально. То есть о том, что именно чистка на что-то влияет при такой настройке газовой камеры, газовой системы, как у меня, я бы не сказал. Но у тебя есть перегазовка определенная, которая позволяет тебе вот такие вольности. 500 отстрелять и не париться. И еще одна вещь – это ударно-спусковой механизм. Самое главное – этот УСМ исключительный. Это российское производство, которое доказывает, что мы могем. Это очень хороший УСМ. У меня он одностейджевый. Карабинщики, которые сейчас смотрят это видео, случайно через силу, простите меня, но он одностейджевый. Их всех передернул, они начали креститься. Но он одностейджевый. Карабинщики используют двухстейджевый. Мне кажется, с высоты моего чудовищного опыта, что одностейджевый вполне выполняет все функции. И мне двухстейджевый не нужно. Аналогично одностейджевый УСМ. Единственное, УСМ здесь не идеальный. Если стрелять именно на точность, отстреливать группы минимальные, то все-таки УСМ не самый подходящий. Я, отзываясь о твоем УСМе, скажу, что он значительно уступает этому по всем характеристикам. Но можно субъективные характеристики и объективные вносить. Объективные – это ход, усилие и внятность, так называемая. Это когда отпускаешь или ресет. Отпускаешь, и у тебя чик, и дальше не выходит лишнего никакого движения туда нет. То есть вот этот ход четкий, нету люфтов параллельных и диагональных никаких других. С каким бы ты карабином сейчас пошел на соревнованиях? С таким карабином или с таким? Я бы пошел вот с таким оружием. Потому что по весу, по балансу, по тому, как я работаю с оружием, мне больше нравится вот такая концепция. Я считаю, что этот карабин для моих нужд точно лучше. Мне кажется, он высококлассный в плане производства. Хорошие материалы использованы. Он продуман, он затестирован очень хорошо. Ну и с этим карабином занят весь топ чемпионата России. Ну, выводы делать вам самим, исходя из ваших соображений, целей и финансов. На этом все. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки и увидимся снова. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова